Здравствуйте, дорогие слушатели, в лучшее время на радио Наша Подмосковья у микрофона Зинаида Сашенкова. Сегодня наш уважаемый гость Анатолий Самуилович Солудский, писатель, академик Академии Российской Словесности, первый заместитель, председатель правления Российского Фонда Мира, главный редактор газеты 50+. Здравствуйте, Анатолий Самуилович. Здравствуйте, уважаемая Зинаида Сергеевна. Итак, у нас сегодня, на наш взгляд, очень актуальная тема. Если учесть, что люди возраста 50+, составляют более трети населения России. И действительно, вот передо мной сидит сейчас молодой режиссер Михаил Щедрин, и я думаю, ему трудно представить, что же с ним будет после 50, если вообще после 50 какая-то жизнь. Когда произносят слова «женщина после 50», то сразу же возникают ассоциации со словом «пенсия». А чем можно заниматься на пенсии? Можно внуков нянчить, можно огурцы на грядках выращивать, сериалы смотреть. И вот от такой перспективы у кого-то начинается депрессия. Однако, если брать поколение последних, ну, хотя бы 10 лет, и уже придётся мне признаться, Анатолий Самуилович, что я к ним уже отношусь, то я бы назвала этих пенсионеров уже современным словом «продвинутые». Они активны, они энергичны, профессиональны, они не расстаются с компьютером, общаются в социальных сетях. Мне очень хочется всегда мир посмотреть, поездить по разным странам. У меня нет депрессии, у меня, если честно сказать, не хватает денег, да, чтобы где-то больше побывать. Анатолий Самуилович, как показывает практика, наблюдаются две полярные точки зрения. Одни считают, что после 50-ти жизнь закончилась, а другие, что жизнь только начинается. Какой вам видится жизнь после 50-ти? Ну, и знаете, Сергей, ну, это вопрос очень интересный, но я начну несколько с иного. Ну, все, конечно, знают, что такое бальзаковский возраст. Но, значит, женщина в бальзаковском возрасте – это прекрасная женщина, просто прекрасная, и сплошь и рядом, мы знаем это по литературе, это сцена более привлекательна даже, чем женщина, девушка там, 20 лет. Так вот, всё-таки само понятие «бальзаковский возраст», вот эпитет «бальзаковский» указывает на то, что это всё-таки в XIX веке было произнесено и было такое явление, то есть подмечено. С тех пор жизнь человеческая заметно удлинилась везде. Поэтому сейчас бальзаковский возраст, он гораздо выше 45 лет, понимаете? Да. Если уже подходить с этой точки зрения, он просто поднялся несколько выше. И поэтому говорить о том, что после 50-ти лет, ну, женщина особенно, так сказать, что она как-то уже жизнь заканчивается, то, ну, есть основания, я скажу какие, рассуждать о том, что наоборот. Всё только начинается. Да, да, по-своему, только начинается и очень интересно. Но теперь главное и существенное. Ну, я скажу сейчас о нашей стране. Вот если взять ближайшие 10-15 лет, то у нас уже происходит и будет происходить. Очень любопытный процесс. Вот в советские годы у нас было такое спортивное общество, которое называлось трудовой резервой. Да. И эти трудовые резервы имелось в виду, что вот это молодые люди, 15-16 лет, вот они спортом занимаются, они вырастут, и они вольются в трудовую жизнь. Но сейчас у нас происходит очень интересный процесс. В силу демографической ямы 90-х годов, сейчас на рынок труда ежегодно в России выходит в два раза меньше молодых людей и девушек, ну, молодых людей, чем, скажем, 10 лет назад. В середине нулевых годов выходило миллион. Сейчас выходит только полмиллиона. И серьёзные люди, в том числе учёные, на полном серьёзе, извините, вот такое выражение, на полном серьёзе, называют трудовыми резервами как раз людей пенсионного и послепенсионного возраста, которые могут закрыть ту нехватку трудовых ресурсов, которые объективно будут наблюдаться в течение ближайших, там, 10-15 лет. Потом это выровняется, но сейчас это объективно так. Это вот я начну с того, что люди в возрасте, они сейчас очень нужны, вот я бы сказал, такой общественной, общегосударственной и с личной точки зрения. Это первое. Мы их успокоили. Ну, это объективный факт я привёл, просто чтобы понимать, что какую роль вообще они играют, потому что треть этого права, это очень много. Кроме того, есть второй факт. Мир объективно, цивилизованно, весь мир стареет. Это общеизвестно и так далее. И тут я хочу развеять один миф, который очень у нас популярен. Вот мы смотрим, как по Москве, где гуляют толпы, значит, иностранных, европейских старушек и старичков, довольно древних. И вот они, значит, гуляют, смотрят, путешествуют по всему миру, как замечательно, как хорошо. Ну, это действительно замечательно. Но только надо иметь в виду следующее, что, в отличие от нашей страны, у них пенсионный возраст почти 70 лет. Не 60? То есть у них ниже порог. Наоборот, выше. Выше, да. Выше. Они только выходят в 68-70 лет. До этого времени они вкалывают очень здорово. Да, у них потом хорошие пенсии. Очень хорошие пенсии, да. Хорошие. Но сколько времени они могут ездить? Они могут ездить именно, считайте, после 70. У нас, если уж говорить, так сказать, новая жизнь, значит, и так далее, можно после 60, после 55. Поэтому тут не надо так восхищаться. И надо понимать, что почему такие пожилые люди с Запада едут. Потому что раньше они, ну, нет возможности, даже не по деньгам, а просто у них очень короткие отпуска и так далее. Анатолий Самуилович, мне кажется, большинство людей у нас в России боятся стареть, потому что не знают, что с ним будет дальше. Страх в основном из-за неизвестности. Дмитрий Сергеев, ну, что вот вам по этому поводу сказать? После 50, понимаете, дети выросли. Дети выросли. Человек снова становится свободным. Просто свободным. Одно их обязательство. Ну, как правило, решена проблема жилищная. Как правило, понимаете? Решены какие-то основные, в общем, заботы. Сделана карьера. То есть сделано всё. И начинается замечательная новая часть жизни. Просто замечательная, потому что это новые условия жизни. Просто новая. Можно жить совершенно во всех отношениях. Можно жить по-новому и в профессиональном смысле. Очень многие, я даже на отчёт есть цифры, начинают, пытаются начать лучше, хуже свой бизнес. Третий, значит, занимается каким... Ну, вот то, что сейчас, правило, цифровая революция. Значит, все эти гаджеты, все эти интернеты и так далее, и этим живут. Много очень общений. У нас сейчас всё-таки бабушки и дедушки – это не те бабушки и дедушки, которые сидят с ночатами на заваленках. Это уже другие люди. Совершенно другие. И мы сейчас ведём речь о продлении активного долголетия. Активного. И если говорить о моральной стороне вопроса, которую вы затрагиваете, она очень интересна в том, что очень многие, особенно женщины, но и мужчины тоже, я вам скажу. Вот так получается, вот дети выросли, и, к сожалению, распадаются семьи. Вот старшие семьи. К сожалению, да. Ну, так получается. Действительно, человек почувствовал свободу. Он уже свою миссию выполнил в отношении детей. Ну, конечно. Кроме того, есть так называемый у мужчин, особенно критический возраст. Понимаете? Ну, в общем, распадается. Знаете, такая фраза расхожая – пожить для себя. Ну, а это очень важно, понимаете? Ну, так получается в жизни, вы понимаете? И хорошо, и всё чаще это получается без скандалов. Это очень важно. А вот если без скандалов, и ты действительно найдёшь свою вторую половинку, и, может быть, это не хуже, чем, как некоторые говорят, дожить свой век. Ну, и это очень интересно, и это очень важно. Найти эту вторую половинку не так просто. Поэтому люди, особенно вот женщины, переживают, из-за этого и депрессии бывает. А потом где найти? Сейчас это не так просто. На улице не познакомишься. Знаете, это либо в коллективе, либо как. В общем, всё это непростые вопросы. Анатолий Самойлович, мне кажется, вы знаете, где найти. Я, в общем, знаю, где найти, да, потому что, в общем, есть... Ну, вот мы занимаемся, значит, проект 50+, это большой такой проект, которым занимается моя дочь, Маша Салуцкая. Ему уже 4 года, там есть и клубы, там есть всё, там выставки проводят ежегодно в экспоцентре. Вот в этом году тоже в ноябре будет в экспоцентре выставка. Ну, это само... Я не хочу сейчас углубляться в это. А самое главное, другое хочу сказать, что сейчас новая жизнь, и по-своему вот эта проблема найти, снова найти свою вторую половинку, она беспокоит многих людей, она в какой-то мере упростилась. Ведь в чём тут дело? Сейчас у нас распространены, и это нормально, гражданские браки. Потому что обычный брак, он всегда связан, ну, с имуществом. С имуществами, обязанностями, да. Вот представьте себе, значит, у вас есть... Ну, мы говорим, конечно, не про вас, так сказать, а про кого-то, так сказать. Есть дети, но так получилось. У них своя квартира уже у детей, вы живёте, то есть, одна. Вот вы хотели бы там выйти замуж, понимаете? Если вы выходите замуж официально, официально, уже у вас квартира, а как дети, ну, вы бы хотели... К этому отнесутся, конечно. К этому отнесутся. Вы хотели бы им... Понимаете? Ну, то есть, начинаются имущественные проблемы, да. И дети могут это не одобрять, или ещё как-то, и так далее. В общем, начинается проблема. Сейчас всё упрощается. Сейчас есть взрослые люди, серьёзные взрослые люди, хотят вместе жить, друг другу нравятся, им интересная жизнь. Гражданский брак всё решает, и никаких имущественных проблем. Дорогие друзья, я напоминаю, что в лучшее время на волнах радио «Наша» Подмосковья в гостях Анатолий Самуилович Солудский, писатель, академик Академии российской словесности, первый заместитель председателя правления Российского фонда мира, главный редактор газеты «50 плюс». С января этого года выходит газета «50 плюс». Все плюсы зрелого возраста. Несколько слов о тематике газеты. Нас слушает сейчас огромное количество людей, жителей Подмосковья. Чем она может быть полезна, эта газета, для наших уважаемых слушателей? Понимаете, во-первых, я с радостью могу вам сообщить, но газета выходит с 1 января, а вот на второе полугодие подписка выросла в 4 раза. Наше Подмосковье Наше Подмосковье Лучшее время Дорогие друзья, в лучшее время на волнах радио «Наша Подмосковья». У микрофона Зинаида Сашенкова. Я напоминаю, что у нас в гостях Анатолий Солудский, писатель, академик Академии российской словесности, первый заместитель председателя правления Российского фонда мира, главный редактор газеты «50+.». А мы продолжаем разговор о людях возраста 50+, людях мудрых, с богатым жизненным опытом, но часто растерянных и не понимающих, что им делать дальше. Как мы уже сказали, дети выросли, на работе уже намекают, что пора бы и честь знать. И мы собрались для того, чтобы выяснить, можно ли изменить свою жизнь после 50-ти. Надо ли бояться перемен? Анатолий Самуилович, многие ведь перемен боятся. А может быть, искать плюсы в своем возрасте? Об этом и не только наш разговор. Анатолий Самуилович, мы сказали о том, что уже с января выходит газета «50+,» все плюсы зрелого возраста. И, насколько я поняла, когда готовилась к программе, газета обращена и к молодым читателям. Ну, я, во-первых, несколько слов о самой газете. Но я с удовольствием могу отметить, что на второй полгодии подписка этой газеты совершенно новая, свежая, как вышла, четыре раза. Это очень существенная... Она есть в каталоге? Конечно, она в каталоге, на почте, обычная, так сказать. Кстати, она распространяется в 81 регионе России. Это всероссийская газета. Ее так определяю. Это три в одном флаконе. Понимаете? Замечательно. Что значит три? Эта газета, во-первых, там очень капитальные, серьезные статьи о сохранении здоровья. Причем не какие-то мелочи, так сказать, ну, пейте топ, пейте это. А это серьезные. То есть в каждом номере, а какой-то, скажем, глоукома, восстановление после болезни, реабилитация, значит, диабет, еще какая-то. То есть мы глубоко это делаем. То есть об этом пишут профессионалы? Только. Да. Конечно. Причем глубоко это одна сторона. Вторая сторона, полезная сторона, это ликбезы. Какие ликбезы? Юридический ликбез. Мы объясняем людям, так сказать, которые сейчас очень... Да, тоже очень важно, конечно. Да, очень. Дальше. Финансовый ликбез. Как быть с финансами, как что-то, как не обманули, как-то. Дальше. Конечно, моральная сторона, ну, семейная, как что-то. Это само собой. То, что вот я называю просто полезными. И досуг, конечно, потому что нас сейчас, мы уже много сделаем, мы развиваем, скажем, туристическую индустрию. Такую... У нас ведь как? Сейчас туристы едут, группа, и человеку 25 лет, и 60. Им друг другу неинтересно, значит. Одни идут впереди, другие тащатся сзади. А мы развиваем такой туризм и знакомств, и одного возраста. Понимаете? Чтобы людям было интересно друг с другом. Анатолий Самуилович, у нас появился собеседник. Здравствуйте. Здравствуйте. С удовольствием слушаю все ваши передачи и с интересом вашего гостя. Но в одном я не могу с ним согласиться в плане вот разговора про гражданский брак. Значит, еще Пушкин, Евгений Онегин в 29 главе написал так. Любви все возрасты покорны, но юным, весом сердца ее порывы благотворны. Ах, и жизнь могущая дает и пышный цвет, и сладкий плод. Но возраст поздний и бесплодный на повороте наших лет, то бишь после 50, печален в трассе мертвых лет. Вот, я хочу сказать, мне 63 года, я считаю, что надо набирать молодежи заранее, тебе счастье, русский язык, части, составные части. А что нас, прежде всего, должно беспокоить? Семья. Чем больше детей, тем больше внуков. Дача. Это рай. Путешествия. И все то, о чем говорит ваш уважаемый гость. Спасибо вам. Спасибо. И вот это. Да, спасибо за ваше мнение. Да, ну, вы несколько перебили наш разговор, но я коротко отвечу вам, а потом продолжу. Дело в том, что у нас с вами, собственно, нет разногласий. Я вот лично их не увидел, потому что, во-первых, вы меня правильно поймите, я говорил о гражданском браке именно во второй половине жизни. Я не за гражданские браки в 20-25 лет, которые сейчас очень распространены. Это совсем другая проблема, очень важная. и там я как раз выступаю за то, чтобы было все нормально, по закону, и чтобы это были настоящие семьи, в которых порождались дети и так далее. Но в возрасте уже можно вести себя и так, и так. То есть появляется свобода, кто как хочет. Поэтому тут никакого обязательства. Да, и, к сожалению, сами дети не разрешают заключать официальные браки из-за вот этих имущественных разногласий, о которых мы говорили. К сожалению, да. Поэтому речь идет просто, что проблема упростилась. А там, где этих проблем нет, ради бога, тут никто не мешает. Я уж не говорю о том, что люди могут пожить там 5-6 лет. И венчаться могут, да. А затем, значит, оформить брак по-настоящему, серьезный и так далее. Вот. Но я на секунду отвлекся. Значит, и я вернусь к газете и, собственно, заканчиваю уже об этом. И третья часть газеты очень важная. Это газета общеполитическая, потому что люди в возрасте после 50-ти это самые дисциплинированные избиратели. Это очень серьезные люди, которые хотят разобраться в том, что же происходит в нашей стране по-настоящему. Да, и за кого они будут голосовать. За кого, кто, как, так сказать. И это очень внимательные читатели. Газета у нас большая, 24 страницы. Выходит она раз в две недели, и она прочитывается вся, как показывает практика, потому что она не оперативная. Нам незачем с кем-то, так сказать, соревноваться по части оперативности. И то, как газета вот идет, очень нравится, судя по отзывам, так сказать, и судя по подписке. И я этим очень доволен. Вот это короткая газета, чтобы на ней не засеклись. И теперь о отцах и детях. Да, о молодежи. У нас еще один звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Я хотела бы для вашего гостя задать один вопрос. И я слышала, и многие говорят, что после 50 лет жизнь только начинается. Что он на это скажет? Согласен он с этим утверждением? Спасибо. Значит, конечно, согласен. Я уже коротко об этом говорил. Она действительно только... Это начинается вторая часть жизни. Ведь, понимаете, прекрасна молодость. Ну, это ясно, и никто этого не отвергает. Это замечательная пора жизни. Очень интересная середовая часть жизни, когда человек набирает ход, когда он борется, ну, как ракета, которая выходит на свою траекторию. А вот после 50, 55 начинается уже жизнь более спокойная, когда человек... У него гораздо больше свободного времени и от семьи, и от забот. Ну, мы берем сейчас нормального, обычного среднего человека. И он может себе избрать... Извиняйте, я не люблю такое слово, как новые хобби. Новые увлечения, значит, новые встречи, новые знакомства, так сказать, общественная деятельность. Ну, все, что хотите. Полная свобода. И общаться... И еще одно, я скажу, это очень важная вещь, что человек уже в возрасте, он получает колоссальное преимущество в том, что он может общаться только с теми людьми, кто ему приятен. Вот когда по жизни идешь... Да, замечательное наблюдение, да. Когда по жизни идешь, приходится общаться, ну, с кем? Со всеми, потому что это... Никуда не денешься. А вот уже после 50... Более избирательно относишься. Да, не обязаны. Да. Не обязаны. Вот это вот с кем приятно, с тем удовольствие. Знаете, это прекрасно. Я вам скажу, что вот эта часть жизни такая, ну, завершай, она завершается на 25-30 лет. Это не 3-5 лет. Вот. Она прекрасна. Это во всем жизни показывает, и это очень важно. Я даже сказала бы, что выходит на первый план вот эта вот карьера, но не по вертикали, как в молодости, да, а карьера по горизонтали, когда ты каждый день имеешь возможность развивать свои способности. Действительно, то, на что у тебя не было времени. Знаете, Сергеевна, вы совершенно правы. Вот это... Ну, действительно, человек обретает дополнительную степень свободы. Но есть еще один вопрос, который вы, собственно, задали, и на который необходимо ответить. Проблема отцов и детей, да. Дело в том, что человек... Мы, вообще-то, говорим о том, что называется активном долголетии. То есть человек продолжает быть активным в той сфере, где ему интересно. Ведь не все уходят на пенсию. Кто-то хочет работать по разным причинам. И материальным, и потому что ему интересно, и так далее. Это очень опытные работники. Их очень ценят. Но что же может получиться? Значит, если люди не будут уходить с работы, вот и будут сидеть. Там сидит начальник, так сказать, и так далее. Значит, а молодежи-то как... Тут возревает объективный конфликт. Да. Потому что молодежи должны делать карьеру. Это нормально совершенно. А люди в возрасте с опытом, с колоссальным, которые очень нужны, значит, их надо... Знаете, бери шинель, иди домой. Нет, мы лучше будем искать компромиссы. Да. Так вот, я скажу, и он найден. Он найден, понимаете? Найден очень хороший компромисс. Во всем мире, и уже в России это есть на крупных, серьезных предприятиях, когда люди, достигшие вот опытные люди, которые либо руководили, либо, ну, находились на таких очень заметных местах, и независимо от пенсионного возраста, это обычно бывает после пенсионного возраста, они специально, для них создается такой институт консультантов и советников. Понимаете? Специально. Это используется их опыт. Они перестают быть, так сказать, креслоначальниками. Да. Такими буквальными, остаются рядом. Даже это просто по-русски наставники, да? Да. Вот я наставники, консультанты. Я так и назвал. Значит, скажем, на заводах это в чистом виде наставники, в учреждениях это консультанты высокопоставленные, которые находятся рядом. От этого выиграют все. Конечно. Молодежь делает свою прямую карьеру, которую она должна делать. Рядом находится очень опытный человек, который может подсказать, у которого можно учиться, и с которым уже нет конкуренции за это место, понимаете? Отношения совершенно другие. Это отношения, действительно, учителя и ученика. И от этого выиграет все общество в целом. Конечно. И вот в крупных компаниях, это уже замечено по всему миру, что именно институт консультантов, институт наставников приносит очень большую пользу развитию фирм. Очень большую. И вот мы, в частности, в газете и в проекте своем, мы очень ратуем именно за развитие вот этого института консультантов, чтобы людей в возрасте, опытных людей, то есть, их просто не выгоняли на улицу, ты уже не нужен, уходи, а чтобы они оставались и чтобы фирмы не жалели средств на зарплату. Причем вопрос в том, что тут и свободный график, тут уже, ну, это уже несколько другое, когда человек не становится начальником, но остается в коллективе, это очень важно для коллектива, коллектив цементируется. И это важно и для молодых, и они потом это осознают. Конечно, очень важно. И в этой связи, Заня Сергеевна, я хочу тут же, так сказать, потому что это рядом идут две проблемы очень важные. Вот у нас в газете, и не только в газете, а вообще во всем проекте, такой есть лозунг «Дарите подарки родителям». Интересно. Понимаете? Это очень важный лозунг. Что имеется в виду? Да. Вопрос тут совершенно не меркантильный. Не меркантильный. Во-первых, подарки могут быть не только в виде, так сказать, ну, какой-то предмета и так далее. Подарки сами по себе могут быть, там, путевка в санаторий, путевка в туристическую поездку и так далее. Это само собой. Но вопрос в том, этот лозунг, он обращен к людям примерно 40-45 лет. Он к среднему поколению. Почему? Потому что у этого среднего поколения уже есть свои дети. И вопрос такой-то. Если эти люди, вот сегодняшняя основа 45 лет, 40 лет, если вы хотите, чтобы ваши дети потом относились к вам с уважением, то вы должны показать им пример того, как нужно с уважением относиться к своим родителям. Понимаете? Если вы относитесь с уважением, точно так же будут ваши дети относиться к вам. И тут... Это уже доказано веками. Ну, естественно, понимаете? Это естественно. Вот, я на это просто отвлекусь, ну, может, кто-то знает, это известны старые притчи, когда в каком-то племени, значит, существовала традиция, что старого человека, значит, сын клал в корзинку, значит, всё относил и бросал в пропасть очень старую. И вот, когда один пошёл, значит, так же принёс, значит, отца, чтобы бросить в пропасть, отец ему дал посыльный совет. Сынок, ты корзинку-то сохрани, она тебе пригодится. Понимаете? Да. Что когда-то и тебя бросить в пропасть. Да, он всё понял, он всё понял. И не стал делать. Не стал делать, и всё. В жизни этого племени всё изменилось. Он вернул отца и пожилые люди заняли то положение в обществе, которое позволяет им передавать свой опыт, так сказать, и свое нравственное начало в дальнейшем. Анатолий Самоилович, скоро будет завершаться наша программа. Если я у вас спрошу, что такое для вас старость? Вы знаете, прекрасный, я искренне скажу, прекрасный период жизни. Но, знаете, мне 75 лет, я же их, так сказать, не скрываю, не боюсь. Я последние 10 лет я езжу по всему свету, от Австралии до Гавайских островов. Нет, но вы такой востребованный человек. Причем не как турист, а именно как востребованный, как востребованный человек, так сказать, я выступаю, так сказать, везде, я нужен, мне требуют. Опять же, в силу своего огромного опыта, и жизненного, и профессионального. Только, да. Понимаете, и это очень важно, у меня своя позиция, так сказать, ну, с которой я выступаю. А потом, это действительно ведь, что греха таить, в прессе почти не говорили на эту тему. Это информационный вакуум, это тема 50+, о которой вы заговорили. Вы правы, это спасибо вам, и спасибо вашей радиостанции, которая на тему... Вы инициаторы, а мы поддержали. Если это будет интересно вашим... Я даже не сомневаюсь. Да, если они открыты, мы, конечно, продолжим, потому что это бесконечная тема. Я представляю, сколько вы можете действительно дать добрых советов. Да. И вот в газете-то это без конца-то, понимаете, как их вторая профессия, новая профессия, ну, чего только, очень много интересного. Очень и очень... То есть, вот первый вопрос, который был вами задан, и одной из радиослушателей, боятся ли старости? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Это нормальный период жизни, без этого периода жизни жизнь будет неполная. Потому что надо вспомнить, что у вас была молодость, прекрасная, понимаете, у вас была середовая часть, и вас ещё ждёт прекрасная, прекрасная часть жизни. Анатолий Самойлович, пожелания слушателям будут? Да. Нужно к этой жизни, к этой заключающей, нужно готовиться. Готовиться не столько материально, сколько морально, и понимать, что вас ждёт радость. Если вы будете активно в этой жизни, радость ждёт. А не какое-то ужасное. Прозебание. Да, ужасное. И это, вы знаете, это мало зависит, как это не покажется, на первый взгляд, от чисто материальных цветов. Конечно. 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 Это жизнь в душе, это жизнь в твоего сердца. Это в первую очередь. Это твоё горение. Да, это в первую очередь. Понимаете, поэтому тут нельзя говорить, что богатые... Богатые тоже плачут, вы знаете. Да. И очень много, да. Да, можно быть небогатым. Богатым. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Уважаемые слушатели, в лучшее время на волнах радио «Наша Подмосковья» завершается беседа с Анатолием Салуцким, главным редактором газеты «50+.» Я вас благодарю за столь интересную беседу и, уважаемые слушатели, здоровья вам, бодрости. Так хочется, чтобы старость каждого человека была счастливой. И 50+, дорогие наши слушатели, давайте читать современные книги, осваивать современные технологии, давайте быть в курсе того, чем интересуется молодёжь, чем живут наши внуки, чтобы общаться с ними на равных и жить настоящим, да? У нас будет много энергии, и даже седыми мы не будем стариками. Анатолий Семилович. Вообще слово «старики» и «старухи», оно уже должно выходить из обихода. Это люди зрелого возраста. Давайте будем молодыми, молодыми душой. Зрелого возраста. Теми, кем мы есть.